анастасия ножка ведущий этой программы здравствуйте гиркин воюет пока сурков дает инструкции полагает 17 по правде сказать янукович дает 30 серебряников и так далее 17 вы выглядите раздраженным и огорченным и отчасти вот ангар как ваше мнение вами рулит да вот по ленинградке хреново потому что путин едет на ипподром сегодня у нас во дворе нельзя пройти за ментов и фсошников говорит голубь очень много фсошников потому что путин едет на ипподром вот секундочку а зачем же вы собачек оскорбляете разве можно сравнивать прекрасных животных с этими выродками говорит штирлиц ну я так взял термия простите да я согласен штирлиц абсолютно с вами согласен чеченские боевики тоже пришли издалека и тоже за неплохие деньги это факт и то что они мучают население тоже надо быть с волотой чтобы закрывать найти глаза на это глаза говорит семьдесят девятый семьдесят давайте подумаем значит смотреть что происходит как чеченские боевики пришли издалека и прочее прочее да чеченцы есть вероятно есть кадров говорит 14 сегодня где-то читал что около 30 от 30 до 40 только убитых выходцев кого из кавказа значит это значит что их конечно не 14 а наверное там ну если 30 убитых условно говоря да то значит и живые хорошо а я тем не менее считаю что этого ключевым образом разница тема ключевым образом разница потому что поймите наверное все вы согласны вплоть до президента украины всех президентов всех до единого президента украины согласны были с тезисом что украина разное Ну, это разная страна, очень-очень-очень разная, очень разная. Страна собрана из нескольких народов, как минимум двух народов, да? С разными идеалами, с разной историей, с разным восприятием истории, с разными целями в жизни вообще, ну и так далее. Всех народов минимум два, на самом деле больше, но минимум два, давайте согласимся, потому что нам это, нам так легче будет. Два легче, схематичнее, да, Настя, первое, второе. Второе. Есть атака одного народа на другой сейчас. В результате, не будем говорить как, скажем совсем тезисно. В результате мятежа одна часть народа взяла столицу, захватила столицу. Одна часть народа захватила столицу. В результате мятежа, значит, Запад Украины захватил Киев, Киев с Западом, Запад с Киевом. Они все вместе бросились на Юго-Восток, на свой Юго-Восток, с применением средств массового поражения, ну не химическое пока, по счастью, оружие, но град. Град, который накрывает одним выстрелом 15-10 гектаров, понимаете, да? Значит, они работают градами по населению, по другому народу, который составляет часть Украины. Назовем его, назовем его украинскими русскими, в сущности, да, независимо от крови, ментальность и прочее. Вот уничтожается. Туда к ним приходят добровольцы. Внимание, добровольцы. Которые, значит, пытаются защищаться от противостоящей, невероятно более сильной военной машины украинцам. Ну, не совсем хронологически так, потому что сначала берется в результате мятежа власть, приходят добровольцы, делают блокпосты в другой части Украины, и в ответ на блокпосты те мятежники, которые пришли брать власть. Мятежники из Киева, скажем так, мятежники из Киева. Да, начинают бороться с этими добровольцами. Добровольцы не приходят, когда уже град начали применять. Вот здесь я готов поспорить, Настя. Я готов поспорить. Знаешь, в чем я поспорю? Мятежники из Киева дают настолько заразительный, прекрасный, поэтичный пример всем мятежникам, мятежно-мыслящим людям всюду на Украине. Причем к этому предрасполагает падение власти. С Майданом назначаемые министры. Ну, о чем мы говорим сейчас? Майдан назначает правительство, да? Таким образом, мы попадаем в ситуацию, Настя, когда правительство назначается мятежниками, толпой. На баррикадами, по-моему. На баррикадами, да. И это хороший пример для всех, заразительнейший, для всех, сколько-нибудь пассионарных людей на Украине. Поэтому, говорить, они первые начали... Не-не-не, мы говорим о добровольцах сейчас? Нет. Вы сказали, добровольцы пришли, но добровольцы пришли раньше. Они, увидев этот пример, сразу появились там. Нет, конечно. Появился, ну как же, о чем же говоришь? А с чего началось? Началось провозглашение в Донецке республики. С народным губернатором. Вернее, провозглашение народного губернатора Донецкого началось. Провозглашение Наргубарева, которого потом СБУ выкрало. Ну, вот первое. Провозглашение народного губернатора. А блокпосты? Ну, Губарев просто провозгласился народным губернатором. Его дальше приехали киевляне. Киевляне на машинах. Ночью его там вывезли в Киев, в СБУ. В темнице в этих подвалах. Понимаешь? Ну, вот и все. Значит, началось первое действие, если вы вспомните Украину. Генезис. Провозглашение народного губернатора. То есть он говорит, хорошо, этот губернатор не справляется, это кошмар, все, отстой и прочее. Значит, мы провозглашаем народного губернатора. То есть ровно-ровно лекало по-киевски. Ровно по-киевски. Сразу начинается атака из Киева. Причем боевая с применением вооруженной силы. Выкрадывают человека ночью и так далее. Понятно, да? Ну, вот еще. Потом они говорят, хорошо, если это так дело пошло. А, так дело пошло. Нам надо дальше, значит, избиение в Днепропетровске, участников митинга, в защиту, там, что такое. Помнишь, Колорадо-Колорадо, это мы вас убьем, Колорадо, значит. Начинается избиение участников митинга в Харькове. Избиение участников митинга в Днепропетровске. Люди на юго-востоке Украины говорят, окей, надо ставить блокпосты, потому что в Харьков два раза приезжает Днепропетровский у Вьяно, Мерседес Вьяно, микроавтобус, из которого прямо пулями боевыми стреляют в людей. Ты помнишь, да? Там трупы. Сейчас, если не ошибаюсь, один труп, потом три трупа. Каждый раз, каждый раз стрелков ловят и каждый раз отпускают. Потому что милиция их боится. Милиция их боится. Таким образом, государство Украины признается, что всякий раз, когда стреляют в так называемых Колорадов, милиция Украины сочувствует или нет, но предпринимать ничего не может. Потому что стрелять в людей с георгиевскими ленточками правильно и похвально. Ну, похвально. Поэтому всегда стрелков отпускают, никогда их не задерживают. Понимаешь? Ну, вот в этом смысл. Значит, дальше что люди должны делать? И мы бы с тобой делали. Если мы бы жили там, не знаю, на Косыкино ты живешь, да? Мы понимаем, что приезжают автобусы откуда-то. Автобусы. И нас расстреливают просто на улицах. Попросту, понимаешь? Значит, мы бы ставили блокпосты с тобой или нет, Настя? Ну, скажи, скажи, не молчи ты на радио. Не ну. Не ну, а да. Ну, если бы приезжали автобусы и расстреливали прямо из окон нас с трупами, притом с трупами. А их бы после этого милиция отпускала. То есть ловила бы и тотчас отпускала. Мы бы ставили блокпосты? Ну, наверное, да. Хотя я бы, наверное, скорее убежала. Нет, ну, хорошо. Нет, хорошо. Ну, надо оставаться, например. Твой муж, я, мы собираемся, мужики собираемся, говорим. Ребят, надо ставить блокпосты. Мы не можем пускать... Ну, это верная смерть при этом, понятное дело. Нет, ну, не знаю. Верная, неверная. Мы не можем пускать такие автобусы в наши города. Это неправильно. Мы не можем, чтобы СБУ ночами похищала наших лидеров. Это неправильно. Будем ставить блокпосты. Вот тебе последовательность, Настя. Вот тебе последовательность. Понимаешь? Ну, добровольцы когда появляются? И когда, и когда после этого, и когда после этого начинается... Это не украинцы сами делают, а приходят какие-то люди. Говорят, давайте мы вам поможем защититься вот от этих. Я правильно понимаю, нет? Там начинаются столкновения, и сразу после этого пошли добровольцы. Сразу, и сейчас хотят. А жители что? Но как они хотят? Вот мне рассказывает сайт, я читаю, человек с сайта рассказывает в чате, что прошли 10 человек, например, вчера, добровольцев. 10 человек прорвались через границу, да? Значит, потом он говорит, а я еще могу 30 человек провести. Ну, хорошо. Понимаешь? То есть это не то, что прям... А жители-то что делают? Это же не значит, что дивизиями люди идут. Понятно, да. Ну, малы-даудалы там, я так понимаю, что люди... Нет, нет, не мал-даудал. Мал-даудал, мал-даудал, это в англобурской войне. Англобурской войне. В сегодняшней войне мал-даудал не катит. Потому что когда тебя накрывают градами, это войсковая операция. Войсковая операция априори, априори, сильнее армия. Армия сильнее. Потому что у них есть в установке град. Поскольку они сильнее, то все добровольцы, о которых вы говорите, вот это жалкие ваши потуги. Жалкие ваши потуги, дорогой товарищ. Сейчас, секундочку. Который мне писал про чеченцев. Жалкие ваши потуги изобразить незначительное число, например, 100 чеченцев, не знаю, как силу, которая способна каким-то образом противостоять градам. Ну, они не смешные, даже не смешные. Понимаете? Спасибо вам огромное за участие, но то, что вы делаете, глупо. Вы не можете граду противопоставить 100 чеченцев. Это просто смешно. Это несчастные, благородные люди, которые приходят туда помогать, выстоять противообстрелов самолетов, вертолетов и градов. Конечно, военные силы себя не представляют никакой. Почему партизанское движение довольно сильно? Партизанское движение... Мы же говорили о том, что это очень тяжело бороться с городскими партизанами. Городскими партизанами легко, трудно бороться, Настя, пока ты уважаешь город. Вот пока ты уважаешь город. Когда ты перестаешь уважать город, начинаешь его расстреливать из градов, в общем, конечно, партизаны должны покидать этот город в силу невозможности противостоять огненной лавине. Значит, что? Пока уважаешь город и горожан, пока не собираешься всех убивать по квадратно-гнездовым методам, не собираешься всех убивать, то, конечно, партизаны представляют из себя абсолютно серьезную силу в городе. Но когда ты не уважаешь город, когда ты город собираешься истребить вместе с людьми, партизаны силы не представляют. Ну тогда стало понятно, что с ними иначе не справятся. Кстати говоря, кстати говоря, поразительная вещь, поразительная вещь. Они же там, у них же там есть аэродромы, всевозможные тренировочные авиации и так далее. Я вчера читаю о том, в фейсбуке у себя читаю о том, что армия Новороссии начинает набирать летчиков и танкистов. Добровольцев летчиков, добровольцев танкистов. Интересно. Какие были у них танки и самолеты? Захваченные? Нет, самолеты, они вот берут Л-29 и Л-39, чешские самолеты. Насколько я понимаю, тренировочные. В смысле? А ну, они же не просто, они же должны с бомбами, с какими-то тоже летать или с чем-то. А мы сейчас летчику спросим, на самом деле. Чтобы просто так толку вздять и взлететь. Но если ты на войне, то надо, значит, это, что-то оборудовать. Я читаю, я читаю. Вот сейчас в фейсбук себе наконец зашел и читаю. Вооруженные силы Юго-Востока открыли набор добровольцев, военных специалистов во вновь создаваемые танковые и военные части подразделения ВВС и подразделения ВВС, военно-воздушных сил. Сохраняется востребованность. Значит, бюллетень доброволец Орг. В настоящее время требуются экипажи Т-72, танков Т-72 с опытом. Пилоты Л-29, Л-39, Ми-2, К-26. Откуда они их могут взять? И танки. Откуда они их могут взять? 7-3, 7-3, 9-4, 8. Настя спрашивает, а откуда у них все это? 7-3, 7-3. Значит, добровольческая армия собирает, набирает добровольцев в экипаже Т-72, а также пилотов на самолеты Л-29, Л-39. Это же чешские. Алло, здравствуйте. Это же чешские самолётики вроде бы. Нет? Откуда у людей вся эта техника? Алло, здравствуйте. Алло. Да-да, откуда эта техника? Сергей, помните, звонил где-то неделю-день, что в Славянск собираюсь ехать. Да. Вот, родственники, девушки мои там. Сегодня мы выезжаем. Выезжаете сегодня. Сегодня выезжаем. Ну, как вы их собирались? Посмотрите, посмотрите, прикинете. Посмотрим, да, прикинем. Но чувствую, что будем потихонечку людей собирать. И вот будем стараться переправлять. По крайней мере, точную коммунитарную помощь уже собрали 5-тонную машину своими силами, ребятами на работе. Вышли мы на связь с луганскими ополченцами. Да. Там занимается женщина на переправке этим. Да. Вот, тихонечку передали нам список. Скажите, а ваша задача максимум вытащить родственников девушки? Вы их вывезете в Россию? Уже с Божьей помощью выехали они. Они уже здесь. Клава Богу, да. А вы поедете, повезете медикаменты и помощь всякую? Да, мы повезем медикаменты. Я... Ой, 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 ой. Знаешь что, знаешь что, Настя, Настя, давай-ка выпишем телефон. Нам надо будет проследить за этой миссией. Проследить за этой... Сейчас я выпишу. Спасибо. Так. Потому что нам надо будет проследить за возвращением, ребят. Они сейчас поедут, видишь, они там на работе насобирали и так далее. Так, 80. Есть. Это в Луганск. В Луганск. Я себе запишу, и потом мы проследим. Договорились? Договорились. На самом деле гуманитарная помощь нужна. Договорились. На самом деле гуманитарная помощь нужна. Ребят, кто понимает, почему, почему, еще раз читаю, почему собирается армия Юго-Востока, набирает военных летчиков и танкистов. Экипажи Т-72, а также пилоты Л-29, Л-39, Ми-2, К-26. Настя спрашивает, откуда у них эта техника? Ваше мнение, пожалуйста. Ваше знание. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Алексей Москов. Да, Алексей. Ну, два довода. Во-первых, американцы спокойно говорят о том, что они поставляют оружие сирийцам, оппозиции. Ну да. Значит, нам надо тоже пора заканчивать стесняться. То есть вы считаете, что мы начнем поставлять? Мы начнем поставлять эту технику. А во-вторых, для чего нужны именно специалисты местные на город? Для того, чтобы не было обвинений в случае попадания этих людей на ту сторону. Ну, там, убитыми, ранеными, неважно, взятыми в плен. Значит, это не должны быть россияне, это должны быть именно, так сказать, местные жители, так, чтобы не было обвинений в сторону того, что мы войсками помогаем. Ну вот, это не войска, это добровольцы, понимаете? Ну, не важно. Мне кажется, что они берут отовсюду. Я вам больше скажу, они берут из таких экзотических мест, мы после 9.35 об этом поговорим, там уже и итальянцы, и немцы, и итальянцы, и поляки, воюющие за Юго-Восток. За Юго-Восток воюющие, и вот поляк дает интервью и так далее. То есть прибывают силы из Европы, которые хотят воевать. Откуда техника боевая у Юго-Востока, у армии Юго-Востока? Да, слушаю вас. Доброе утро, Андрей, Москва. Да, Андрей. Вот я хотел бы высказаться. Давайте, да, прошу вас. Про авиации. Да. Ну говорите же, да. Которая собирается применять, по крайней мере, планирует применять ДНР. Я в силу своей службы в течение пяти лет офицером сталкивался с самолетом Л-39, и в принципе это не имеет значения. Он и действительно учебно-боевой самолет, предназначен для подготовки летчиков. Но, с другой стороны, подвеска, главное раздобыть боеприпасы, и на подвеску можно что угодно вешать. Ну да. А самолет действительно, он элементарно простой, именно для обучения летчиков, очень просто управление. И вот это, они его могут спокойно применять, если бы у них только будут боеприпасы. Но поскольку, я так понимаю, вооружение, наша страна все-таки помогает, насколько я вот видел и взял, и так по фотографиям и видео, потому что довольно-таки современные оружия не могут быть на Украине, как реактивный пехотный огнемет и противотанковые. Если они, короче говоря, Андрей, если они найдут Л-39 на учебных базах, то мы найдем, чтобы от него подвесить под крылья, вы имеете в виду это. Да, 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 я понял, да, да, простите. Значит, на самом деле Л-39, ну видишь, как хвалят Л-39 и Л-29 хвалят. Это чешская машина, чешская Л-очка, на них летчика учат, это реактивный самолет, реактивный, но очень легкий. Я хочу сказать, что его ставили на вооружение дудаевцы еще, дудаев, армия Дудаева, когда они начинали столкновение вот войну с российской армией. Потому что они, эти Л-очки, они всюду есть на аэродромах для обучения. Ну, в Мячикове стояло, по-моему, Л-29 даже было. Вот нам пишут через сайт, что на вооружении украинцы не состоят Т-72, так что палятся ребята. Ну, это пишут... Они, может, и не палятся. Ну, как палятся, ну, палятся, потому что если у них есть Т-72, значит, откуда? Значит, они берут экипажи Т-72, а сажают их на другие танки. Ну, экипаж Т-72 может управлять, ну, например, я тебе скажу, мне нужны водители Ситроэнов, и из этого я полагаю, что я их посажу в БМВ. Ну, и больше ничего. А зачем вам конкретизировать? Конкретизировать, значит, берут, значит, намекают, что нужны люди из России. Намек здесь тот, что нужны добровольцы из России. А не на Т-72. Понятно? Требуются экипажи Т-72 с опытом. Это значит, нужны русские танкисты. Своих там нет танкистов. Нужны русские танкисты. Почему русские-то? Почему своих нет? Пожалуйста, белорусские, казахские, какая разница? Свои-то где? Защищать, право говорить на русском языке. Ради чего все там это делается-то? Ты понимаешь, Настя, ты делаешь вид или даешь мне такой постоянный намек, что свои отсутствуют. У меня такое ощущение сложилось. Стрелков говорит, что нет. У меня сложилось. А Стрелков говорит, что нет. А Стрелков говорит, что он дивизию местных поставит. Но у него нет ни обмунирования, ни одежды. Не, не, оружия. Не хватает. Ладно, 926, обзор прессы. После вернемся. Да, Порядочный пишет нам в Твиттер. Т-72 много на Украине. Знать надо, а не писать их и нею из Москвы. Я сам, пишет Порядочный, служил в Укропе и на этом танке. Так что Т-72 много. Элок тоже всюду много. Вот везде эти Элки, Л-29, Л-39, тренировочные самолеты, они есть на, ну типа как, знаешь, Досаафовские. То есть это даже не армия ими ведала, а в разные частные руки они попали сплошь и рядом. В Луганске есть Л-39 в авиационном музее. Информация из Википедии пишет. Ну, например, например, например. Ну, там, я думаю, что и на аэродромах на маленьких тоже всюду есть Л-29, Л-39. Ну, почему в Мячикове стояли два, два Л-29 в Мячикове стояли на них, летали люди и все такое. Они были раскрашены как-то папуаски. Очень ярко. То есть это всюду есть тренировочные самолеты эти. Так что вот они собирают, вот они собирают, значит, персонал. Все понятно, да? Я думаю, я думаю, что мы должны все равно продолжить. Откуда берется техника? Может быть, это трофейная? Может быть, это захваченная техника, захваченная у украинских военных и купленная у украинских военных? Купленная за деньги. Потому что помнишь случай... Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Григорий. У меня вопрос к вам, Сергей. Можно? Григорий, я закончу фразу. Ладно, вы у нас уже втроем поучаствуем. Помните, когда было пять человек пропало у украинских военных? Пять человек пропало. Они сказали, что их усыпили специальным газом, вывезли. И поэтому потом они вернулись пешком без оружия. Значит, из части при том. Целую часть усыпили. Но вот почему-то пять человек выкрали. Значит, эта вся теория звучала просто по-человечески. Что эти пятеро пошли и продали оружие. Прошли и продали оружие. Ну и вот откуда танки? Их можно купить просто у украинцев. Да, Григорий, слушаю вас. У меня вопрос следующий. Вот почему-то как-то незамеченным осталось вот поведение на инаугурации любимца русской публики, вот так называемого Батьки, который там аплодировал, потом давал советы жестко действовать на Востоке. Что-то как-то вот Путин там кому-то руку пожмут, уже шум идет. А здесь вот Батька. Батька абсолютно экстраполирует на себя ситуацию, потому что чувствует свою шаткость, вероятно. Чувствует шаткость. Он допустил несколько фраз. Он допустил несколько фраз. Его фраза была в самом начале, между прочим. В марте, если я не ошибаюсь, Батька сказал фразу, если такое же случится с Белоруссией, я не знаю, надо еще будет посмотреть, за кого будут воевать белорусские русские. Что он имел в виду, что Белоруссия русские будут воевать за него, за Лукашенко. И, кстати говоря, я считаю, что это болезненность Батьки абсолютно ошибочная. Можно я напомню еще до этого, когда Янукович был еще там, то он рекомендовал Лукашенко наоборот. Наладить разговор и издавал советы по погашению конфликта. Просто я думаю, что глядя на то, что происходит, видя, что произошло уже, он не может дальше давать советы погасить, потому что, очевидно, это невозможно. И он, с точки зрения тактической, теперь дает совет додавить. Я не думаю, что это какой-то... Смотри, Лукашенко... Лукашенко, давайте не менять тему, но тем не менее. Я тезис оставлю. Давай оставлю тезис, потом мы к нему вернемся. То есть Лукашенко мог бы на себя применять судьбу Януковича, законного президента, которого свергают западные державы, воспользовавшись недовольством населения. И в этом смысле было очень понятно, почему Лукашенко Янукович. Ты знаешь, что он также привечал и привечает до сих пор с сыном вместе бывшего президента Бакиева, Киргизского и так далее. То есть Лукашенко в этом смысле поддержка лоялистов всюду. Законно избранные президенты должны быть защищены, считает Лукашенко, применяя это, безусловно, к себе. Но именно в отношении Украины, именно в отношении Украины, и именно после Крыма, Лукашенко стал применять к себе другую модель. Он стал себя считать как бы киевским мятежником. Вот это вот интересное переключение, какое-то произошло переключение у Лукашенко. Он внезапно подумал, что могут быть недовольства, вызванные не западными державами против легитимного президента, а недовольства, инспирированное с Востока, которые будут опираться на военную машину России. Вот и поэтому Лукашенко начинает говорить такие вещи. Чуть позже, давайте все-таки чуть позже, давайте говорить про армию Новороссии, про армию Юго-Востока, про армию Юго-Востока. Я хотел вам сделать несколько сообщений по этому поводу, которые украсят нашу дискуссию, если позволите. Значит, во-первых, ультраправый сектор, сегодня публикация в Ленте.ру, и здесь интервью с парнем Бартож Беккер, поляк, который явился воевать за Новороссию, и он воюет. На самом деле он фалангист, ультраправый, ультра-ультраправый, совсем запредельно ультраправый, который считает, что Украина должна подлежать разделу. И в этой связи он делает сейчас свое дело не в польской части Украины, которую он полагает, польской, а он делает свое дело на востоке Украины, пытаясь ослабить это государство, нанести ему роковой завершающий удар вместе с Юго-Востоком, а уже затем перейти в, собственно, польские земли, там, Волынь и прочие-прочие части Украины, как ему казалось бы. Вот, это интересно. Аналогичные связи отмечались у другой крайне правой партии в Восточной Европе, Йоббик, за лучшую Венгрию. Тоже знаешь, да, там собирают они какие-то там, во всяком случае, помощь всевозможную. А эти фалангисты, они подражают Эдуарду Лимонову, значит, они носят даже лозунги нацбольские, нацболов, и они ультра-ультраправые, то есть запредельно правые и так далее, и так далее, антисемиты, все на свете. Воюют, раз, раз, воюют за сколько-то человек, неважно, ведь вопрос в символе, согласись. Вопрос же не в том, сколько их человек. Дальше, есть стрелков. За месяц мы уничтожили свыше сотни американцев ССРУ и ЧВК, частных военных компаний. Согласно заявлениям министра обороны Донецкой Республики, за месяц боев на территории Народных Республик уничтожено свыше сотни граждан США, большинство из них наемники. Я, насколько слышал, эти наемники не американцы в основном, а все-таки опять поляки, то есть американские частные военные корпорации бросают на Украину поляков. Поляков. Кроме этого, я читаю о том, что, значит, шведы воюют за правый сектор против Донецкой Республики. Шведы, шведская ультраправая организация. Одна из немецких ультраправых организаций воюет за Донецкую Республику и отправляет туда людей. Кроме этого, итальянцы явились, итальянский отряд, которые воюют за Донецкую Республику против украинского правого сектора. Это левые, итальянцы левые, которые против нацистов, против, соответственно, против правого сектора, против киевлян. Против нацистов, против киевлян, против правого сектора. Это итальянский отряд. Понимаешь, теперь, когда вы говорите, они наемники, мне пишут, кончайте говорить, что они добровольцы, они наемники. Ребят, попробуйте взвесить, попробуйте взвесить их материальное вознаграждение, если таковое и есть, с опасностями, которыми они подвергают свою жизнь, попробуйте взвесить, насколько это просто компенсация для семей, пойми. Понимаешь, есть семья. Каждый день надо где-то там молоко покупать. Ну, нет запасов, например. Представь себе, да, Настя? Вот ты остаешься, я все время тебя бедную применяю как пример. Ну, вот ты остаешься, а мужик твой пошел воевать. Ну, например, да, условно говоря. Тебе что надо? Что тебе надо? Вот, ну, чтобы как-то жизнь дальше текла-то. Ну, тебе надо повседневная вещь, чтобы картошка была, ну, макарошки какие-то. Короче, картошка, макарошки, там, молочко для детей, ТРПР, восемь дыр, там, какая-то рыбка какая-то, какая-то там, курочка. Правильно, тебе же надо курочку? Ну, надо. Ну, вот, значит, откуда ты ее возьмешь? Чтобы редки скинутся или кто? Понимаешь? Твой мужик говорит, слушай, Настя, ну, тебе там, я не знаю, по-любому там, ну, 100 тысяч тебя там оставлю. Почему? Ты говоришь, что 100 тысяч много, еще и в отпуске мы отложим, мы отложим, то есть все. Правильно? Почему я сказал 100 тысяч? Я знаю, потому что Настя снимает квартиру. Поэтому ей дофига денег надо. Поэтому ей дофига денег надо. Ну, вот, смотри. Ну, тебе правильно надо еще квартиру снимать? Надо, надо. И бензин еще надо. Ну, все. Вот он тебе говорит, сотка. Мне дают сотню. Я, конечно, там могут убить, и все. Но сотню вот дают, я тебе прям, прям тебе буду перечислять. Ну, это ж хорошо. Теперь вопрос. Он наемник в этот момент? Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. Ну, что ж ты богаче, что ли, станешь? Нет. Он богаче станет? Нет. Поэтому давайте, давайте исходить из этого. Можно ли их вообще снимать, считать наемниками? Мы слишком мало знаем. Не знаю. Ну, мало знаем. Есть одна вот эта? Вот смотрите. Мало знаем. А я предлагаю обсудить. Они наемники или нет? Вы называете добровольцы. Притом, давайте, вот на юго-востоке Украины масса добровольцев. Масса добровольцев. Их много. Заметная часть, большая часть из них, большая часть из них сражается за Донецкую Республику. Но, говорят, какие-то шведы приехали и предлагают свои услуги национальной гвардии. Шведы, какие-то поляки. Вот когда, как их отличить? Знаешь, мне кажется, вот когда американские... Я тебе объясню. Нет, нет, нет. Когда американские частные корпорации, частные военные корпорации забрасывают своих людей то в Папуасию, то на Ближний Восток, то на Украину, то им пофиг, где воевать. Вот это вот наемники. Люди же, которые притянулись туда, магнитом, к Украине, все-таки, мне кажется, идейные. Давайте поспорим. Тут голосовать трудно, но все-таки, мне кажется, что здесь разделение такое выглядит неискусственно. Нет, неискусственно. Может быть, этот телефон, капитана очевидность, я вот эти иногда номера ловлю довольно успешно. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вы не капитан очевидность, нет. Сергей. Да, я. По поводу танков. Давайте. Около тысячи у них. Т-64. Да. Старые. Да. Но хорошие. Скажите, а Т-72 ведь есть? Нет. Нет, есть. У них есть Т-80. Т-80 они выпускают. Они их продают. Да, они их выпускают. Т-80У оплот. Скажите, а вот те, которые поля танков остались Советского Союза, Т-72, вы не считаете их? Семьи старых нет. Нет вообще. 64-е. 64-е. Очень хорошие. Целые поля танков, говорят, остались. Т-80 у них есть, но они их продают. Хорошо. Нам пишет человек. Они их назвали оплот. Да. Они их поставляют. Да, я знаю. Т-80, я знаю. Они продают их. Да, да, да. Слушай. Насчет элек. Элек мало. Мало. Все раскуплены. Ну, раскуплены, но они же на аэродромах стоят. Насчет подвеса не найдут. Не найдут? Нет. Ну, пушки? В смысле? Пушку можно поставить на элку? Не найдут. Не найдут пушку. Ну, хорошо, хотя бы разведка. Алло. Да. Хотя бы разведка? Это возможно. Ну, на элках можно разведать, слетать быстренько? Можно. Вынырнуть из-за облаков, посмотрел, назад в облака, пошел, пошел, пошел. Не знаю, как там они смогут. Но он реактивный все-таки. Он маленький, верткий ужас на элочке. Л-29-е я видел сам много летающих. А 39-е, к сожалению, не видел. Ну, может, видел, может, но мне не сказали, что я 39-й. У наемника нет политических убеждений. Предлагает градацию «Финик». Значит, все-таки, тем не менее, вот вы позвонили сейчас, примите во внимание точку зрения человека, который сказал, что он сам ездил там, на Т-72-м, на Украине, служил в армии. Ну вот, давайте считать, что есть ваше мнение, есть уже два мнения, что там не может быть 72-х. И одно мнение человека, который говорит, что он сам, если позволите, процитирую, он сказал, я сам в Укропе служил на Т-72-м. Ну, может такое быть. Наверное, человек не будет. Не знаю. Давайте, тем не менее, вернемся к теме. Как отличить наемника от человека идейного? Мне кажется, что деньги не главный принцип. Нет, не деньги. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, как наемника отличить от человека идейного? Наемника отличить очень трудно, но, я думаю, любой конфликт, он притягивает огромное количество среди голов, к тому же организованных групп. И ничего особенного в том, что вот те люди, о которых вы говорили ранее, присутствуют на Украине, ничего в этом нет. Мне кажется, в любом конфликте присутствуют вот такие вот группы людей. В Приднестровье, напоминаю, в Приднестровье огромное количество таких людей было. Даже в Боснию наши пробирались, что есть война, значит, надо ехать. Есть война, надо ехать. Знаете, сколько, простите, знаете, сколько мусульман из Франции, Германии, из Старой Европы участвуют в конфликте с Сирией? По оценкам, я читал об этом позавчера в Эль-Паис, по оценкам ряда исследователей, 4 тысячи мусульман из Старой Европы, бьются в Сирии с правительством Алясада. Значит, они боятся, что те вернутся и начнут там евреев стрелять и так далее, как это было в Бельгии, понимаете? Значит, ну вот, ну вот, просто чтобы вы понимаете, я иллюстрирую вашу мысль. Там, где есть война, тотчас появляются горячие люди. Так точно. А по поводу отличения, мне кажется, что наемник отличает и организация, именно что это не какая-то мелкая группка, это достаточно серьезная организация с логистикой, с обеспечением. Вот тогда это наемники, а все прочее это энтузиасты. 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 Не деньги отличают. Пойми ты, сегодня тебе платят, я не знаю, там 100 долларов в день, сегодня, вот пошли на операцию, 100 долларов в день. Ну, ты вроде там подсосала, как-то говоришь, ну давай, пойдем, нормально, поработаем, поиграем. Все, понимаешь, это одно. Другое дело, другое дело, когда ты служишь в организации, которая говорит тебе, операция в Польше, следующее, операция в Афганистане, у-у-у, полетели. То есть вы такие дикие гуси, тебе пофиг, понимаешь, ты просто ремесло делаешь, ремесло, да? Цель, цель, захват цели, произошел захват цели, отработка, то ли, быстро, все, эвакуация. Тебе все равно, ты вообще не знаешь, про что тут эта песня, вообще не знаешь, и знать не хочешь. Тебе говорят, вы знаете, тут древняя культура, пошли в жопу со своей древней культурой. Понятно, да? Ты отработала, и все. Да. Вот это наемник. А тут, конечно, есть горячие головы, тут, конечно, есть идейные люди, идейные люди, полное чувство справедливости, и деньги абсолютно не играют решающей роли. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Сергей Ильич, попробую, позволю себе немножко пофантазировать, да, наверное, ну, не знаю, может, согласитесь, нет, наемник, это человек, который все это делает за деньги, да, ну, будем так говорить, точки на дверь оставили. Да. Вот человек, который все это делает идейно, он, ну, не ошибусь, я скажу, что он чистолюбив. 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 И согласитесь, что возле такого человека он будет заражать всех присутствующих рядом своей аурой и чистолюбия, в том плане, что становиться... Лихости, лихости, руководителем, начальником. Делай, как я. Конечно, он первый станет из окопа с криком «делай, как я». Безусловно. Абсолютно. Из чего делаю вывод, что наемник – это рядовой исполнитель, а человек идейный – это руководитель. Ну, тоже интересно, но ведь представьте себе, что мы с вами приезжаем, типа мы с вами такие зажигаем, да, оба? Вы и я. Вот мы с Андреем приезжаем. А уже, извините, Андрей, а место начальника занято. Нам говорят, вот пойдете работать туда-то. Понимаете, там, к Володе Карпо, а он уже директор там какой-то. А мы с вами и на другом месте попробуем сделать это так, вот знаете, как не показуха своего рода, да, а вот улучшить работу, это так называется в армии. Ну, да. То есть улучшить работу, увеличить, обратить на себя внимание руководство. А кто будет мясом? А кто будет мясом? Кто пойдет вот с троем, кто побежит вот так цепочкой, кто побежит? Никто. С троем и с цепочкой побежат, побегут наемники. Вот, вот. А мы-то понтовые, правильно, потому что мы добровольцы. Ну и так далее. Алло, здравствуйте. Сергей Настя, здравствуйте. Полковник. Полковник, вам рад. Определите мне, пожалуйста, разницу между наемником и добровольцем. А вот это очень сложная ситуация, потому что, хотя у нас в уголовном кодексе есть статья, предусматривающая уголовную ответственность за наемничество, то в секретаре там действительно указывается то, что человек участвует в боевых действиях за деньги. Да. То есть заключает контракт и... Но как отличить наемника от контрактника в этой ситуации, например? Да, да. Как отличить наемника от человека идейного, который участвует, но его нужно кормить, поить, ему нужно боеприпасы и целую кучу другого. То есть на него все равно нужно тратить деньги. Да. И можно карманные деньги там на сигареты, условно говоря, или еще там на что-то. Вот. Поэтому в данном случае критерий именно оплаты, я думаю, что работает не совсем. Не совсем. То есть он работает в том плане, что да, наемники, например, те же самые сотрудники ЧВК или там какие-то дикие гуси, они безусловно во главу угла ставят именно оплату. Заплатили, я сегодня за эти хвою, как вот средневековый лавкнехт. Да, да. Сегодня за одно княжество, завтра за другое княжество. Конечно. Добровольцы, они во главу угла ставят идею, а деньги здесь для них, во-первых, не главное, во-вторых, суммы содержания, которые добровольцы получают, ну то есть которые тратятся на добровольцев, да, это они несравнимы с тем, что получают наемники. Скажите, Жираф Мариус пишет мне, на юго-востоке Украины постепенно собираются интербригады антифашистов. Такую оценку вы поддержите? Варкий вариант. Да. Скажите, Евгений, вдруг вы знаете. Сергей, Сергей, понимаете, здесь еще ведь вопрос в чем, да? Для того, чтобы были наемники, это нужно вот, чтобы как та же самая США потратила 5 миллиардов долларов. То есть должны быть большие вливания. Ну да. Россия, что ли, будет тратить деньги? Да вы посмотрите на это самое, на наших, не к ночи будет помянуты там финансистов и прочее. Да они удавятся, они все загонят в сапфонды в американские. А США, да. Да. Смотрите. Вот еще одно сообщение, Евгений пишет, ребят, не спорьте, на Украине 600, ровно 600 Т-72 на хранение по состоянию на 2013 год. То есть на 2013 год на хранении стоят 600 Т-72. Вот я как раз об этом хотел тоже сказать, потому что на территории Луганской и Донецких областей существовали кадрированные подразделения. То есть поскольку на армию денег нет, да, то там оставляют, допустим, ну, на полк, ну, там 20 офицеров или 30 офицеров, да, и пара взводов солдат, которые обслуживают технику, которая на консервации стоит. Да. А поскольку практически все эти войсковые части сейчас находятся в распоряжении Луганской и Донецкой республик, кстати, когда они все-таки объединятся окончательно? Они не захотят, потому что там тоже амбиции, поймите. Да, они же принимали решение уже об объединении. Ну и что, амбиции, а пломбы. Я к тому, что расконсервировать, в общем, сложно, потому что у нас русский и украинский мужик, что, впрочем, одно и то же, обязательно что-нибудь свинтил. Ну да. Но из 10, например, стоящих на консервации танков всегда можно штуки 3-4 наверняка свинтить вместе. Да, слушайте, 55-й пишет. Значит, прекратите вот эту вот ерундой заниматься и слушать друг друга всякие сплетни. Вот забейте Т-72 в Википедии. И там ровно написано, где стоит на вооружении, где стоит на сохранении. Все написано, надо успокоить. Да, но 600, именно 600, не знаю, откуда получил эти данные наш слушатель Т-72, стоит на сохранении, на консервации именно на Украине. 6-0-0. Видимо, донецкие люди собираются, донбасские люди собираются их использовать. А? Настя? Да? Ты как-то затихла. Ну, пусть говорят те, кто знает об этом. Пусть говорят. Диган, Локе Диган. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас. А, Сергей, хотел еще вам добавить. Я помню, ты говорил, что отец у меня участвовал в Харабахской войне. Да. Вот смотрите, там на таком энтузиазме ехали армяне со всего мира. Это правда. Никаких денег не нужно было. Западная диаспора финансировала очень плотно, а восточная диаспора, это вот в основном иранские и ливанские армяне, они воевали. Ну да. И у меня отец сам подорвался, но тогда помоложе был, и поехал, но недолго занимался. Отправка в основном тоже так же, финансирование, медикаментов, какой-то такой помощи. На идеи, опять же... А идея горы воротит, конечно, конечно, конечно. Да, на идеи много можно победить. Даже вот то, что мы сейчас делаем, это в основном собрались идейные люди. Спасибо. 9 часов 57 минут в движении.